Я благодарю Бога за каждого, кто сегодня здесь, кто сегодня пришел соединиться в общей вере. С братьями, с сестрами, с помазанниками Божьими. Аминь. Так здорово, что мы верующие люди, правда? Представь, что миллионы людей, вот до них не доходит, а ты тот человек, до которого дошло. Это вообще, я когда об этом думаю, вот если тебе когда-то плохо или что-то, да даже и хорошо. Когда тебе хорошо, думай, ну до меня ведь дошло, а когда тебе плохо, говоришь, ну вот до них не дошло, вот у них реально проблемы. Да? Или нет? Ну нам не хорошо от того, что у них проблемы, нам хорошо от того, что до нас дошло. И дорогие, церковь это здорово, правда? Аминь. Я, кто меня не знает, еще раз представлюсь. Меня зовут Андрей, я из Беларуси. Вот у нас служение в Беларуси. И я вчера за это чуть-чуть говорил. И сегодня скажу, что вы имеете большую благодать, что можно вот так вот взять и собраться. Потому что наше служение много времени не имело такой, не то что благодать, а возможности. Благодать была, возможности не было. Поэтому мы использовали благодать и собирались без возможностей. Класс. Но все равно, а? При любой возможности. Да, при любой возможности. Когда ее нету, тогда у тебя больше других возможностей. Знаете, что это такое? Однажды, когда я плакал перед Богом, начну со слез, да? Плакал перед Богом и говорил, ну когда мы уже начнем собираться? Ну дай нам какое-то место, дай нам какую-то регистрацию там. Ну хоть что-нибудь, чтобы мы могли вот, знаешь, не бояться. Чтобы я с паспортом в кармане не ходил все время, а вдруг задержат или еще что-нибудь. Не все так плохо в Беларуси, кто-то так уже смотрит. Но есть вот вопросы, да? И Бог мне, знаете, что ответит? Он сказал, ты не видишь в этом пользы? Да, вот и. Я думаю, какая польза от того, что собраться вместе нельзя? Потом начал думать. И думаю, ну да, мы, конечно, упираем на ученичество. Сильно. Знаете, что это такое ученичество? Это когда тебе в принципе, ну извините, что так скажу, не надо никто, чтобы быть верующим и спасать людей. Что значит не надо никто? Ну мне не надо собрания, чтобы быть верующим. Ну может быть такое, что нет собрания. Бывает такое? Бывает. Хорошо. Еще как бывает. Сатана этого, конечно, добивается. Он Иисуса уговаривал. Говорит, давай как пшеницу посеем. Знаешь, что такое как пшеницу? Это два зерна, что они в одну лунку не падают. Вот так. И каждый в свое место. То есть они не вместе. Сеять, это значит брать из того места, где они вместе, и разбрасывать туда, где они не могут быть вместе. Вот кто не знал этого места, что означает? Вот я объясняю. На своей шкуре прочувствовал. Плакать не буду? Все хорошо, дорогие. Но, когда сатана просил у Иисуса об этом, он говорит, я ему не отказал, а пошел и молился Отцу, чтобы не оскудела вера твоя. И вот те моменты, когда вы не вместе, ну я скажу, например, когда верующие не вместе, вот тогда и проверяется скудость твоей веры. Потому что вместе мы все герои. Я даже вчера это пережил. Кто понял, тот понял. И вот понимаете, что когда люди вместе, я не собирался это сейчас говорить, я просто стоял в собрании, и знаете, в Беларуси я не могу сейчас вот так вот делать. Прямо скажу. Но хочется. И это все время томит наши сердца. Но чем больше это томит наши сердца, тем больше вызов нам бросает ситуация быть нескудными в вере. Видите? Вот давайте еще раз. Это сейчас очень важно вам услышать. Я верю, что это для вашего служения сыграет. Мы всегда будем вместе. Кто его знает? Никто не может точно сказать. Правда? Потому что Иисус сказал, что будут там и гонения разные, ну дай Бог, чтобы у вас не было, но все равно. И в ответ на молитву сатаны, представляешь, сатана молится, чтобы ты вместе не собирался. Вот гад. Да? То есть вот мы собираемся, а он молится Богу. Представляете? Вот почему верующим надо наоборот молиться. То есть сатана, он-то молится, а верующей иногда нет. Это вообще отдельная тема, но сатана все время молится, чтобы вы поняли. И скажу Богу. У него молитвы такие дьявольские, свои такие, но он все время молится Богу. Он приходит, говорит что-нибудь и тут же просит. Вспомните? Иова, да? Причем пришел между ангелами. Ангелы шли и даже не поняли, что сатана между ними идет. Представьте. И пришел молиться, чтобы Иову навредить. Бесы молились, когда увидели Иисуса на берегу. Помните? Придай нам новую квартиру. Иисус говорит, даю, идите. А не в свинили. Ты сегодня без жилья не можешь себе хату вымолить, извините за это. А ведь бесы иногда умудряются. Веры побольше, чем у некоторых, да? Я не приехал бесов рекламировать, но они просто что-то знают. И вот представьте, молился сатана, чтобы верующим не быть вместе. Еще раз говорю. И ответ Иисуса был. Он не говорил, что власть, ударная мне моим Отцом, будут вместе. Значит, что? Иисус говорит, не главное, чтобы быть вместе, а главное, чтобы вера не оскудела. А вот если вера не оскудеет, по концовке будем вместе. Дай Богу славу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чему я это сказал? Цени, что есть. Но в то же время, когда ты сидишь здесь, я бросаю тебе вызов. Ты когда один, ты вообще верующий? Извини за вопрос. Аминь. Аминь. А ну, бывает так, что ты в собрании сидишь, там, Иисус Господь, Аллилуйя, там. А когда один, так оно, знаешь как, не такой уж ты верующий, да, там, и настроение меняется прямо за дверью. Я знаю, о чем я говорю. Я думаю, что и каждый знает. Поэтому, дорогие, слава Богу за вас, за вашу церковь, за вашего пастора. Это, знаете, не по принципу, что там кукушка хвалит, да, а скажу, что уже есть даже дела, в которых я вижу характер вашего пастора. Это мужественный, решительный, обезбашенный человек. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ И я вот, знаете, когда вижу таких людей, пастор, ты уж извиняй, я скажу пару слов. Я когда вижу таких людей, я вспоминаю то, что однажды Бог мне показал, ну, правда, про меня, но тоже. Смотрите, эти люди, вот они как в Иова есть такое описание боевого коня. Кто помнит, тот помнит. И там такие вещи, я когда читал, у меня мороз по коже идет. Там написано, что этот конь, он когда слышит звук войны, вот эти свист дротиков, стрел, там, знаете, ну как, короче, свист металла, это лучшая мелодия для него, чтобы жить. Он, написано, раздувает ноздри, хрипит, бьет копытом, он туда смотрит, ему говорят, да отдыхай, вот трава здесь зеленая ешь, он, да ты какая трава, отойти в сторону. Я бегу! То есть, крики вождей написано слышно, да, то есть, какие-то команды сверху. И его это будоражит. Иногда женам трудно с такими конями жить вообще. Вот это. А мы, спасибо пастору за театр. Богу, конечно же. Давайте раздать Богу славу. Дорогие, мы эти дни говорим о практических вещах, говорим о, мы на Лидерской говорили за домашние группы, вчера мы говорили, кто помнит за что. Перепрошивка. Перепрошивка, хорошее слово. Что еще? Мы это проходили. Создание опыта. Ты там уже был. И так вот, сестра говорит, создание опыта внутри себя. Для чего создавать опыт внутри себя? Для того, чтобы ты, как мы вчера говорили, для того, чтобы ты не боялся и, как написано, неопытный идет вперед и наказывается. Ты сталкиваешься с мыслью, что ты-то вообще-то неопытный. Ты же первый раз живешь. И, наверное, уже здесь на земле больше жить не будешь. Именно в таком варианте. Поэтому все неопытные. Но Библия говорит, можно быть опытным. Я обновляю, чтобы дальше двигаться сегодня. Библия говорит, что можно быть опытным. И опыт, в Библии написано, внутренний опыт есть благоразумие. И мы говорили вчера, как стать благоразумным. Как перепрошить мозги так, чтобы, не имея физического опыта, ты действовал как опытный. И это практические вещи для тех людей, которые вообще собираются что-то делать. Если ты не собираешься ничего делать, тебе это не нужно. И мы вчера говорили об этом. Я вам напомню, и сейчас двинемся в нашей сегодняшней теме. что, когда Павел говорит заслужение верующего человека в книге Ефесянам, в послании Ефесянам, он говорит, помните, про все оружие Божие. И он перечисляет там шлем спасения, броня праведности, меч слова, да, пояс истины. Что там забыл все? Щит веры. Щит веры, да. Самое главное. Но все это, дорогие друзья, не понадобится, если ты босой. И там написано, обувь, обуй ноги в готовность благовествовать мир. Я не верю в такое, что вот ты вооружен до зубов, знаешь, с головы до ног. Но без обуви ты даже с дома не выйдешь. И зачем тогда твое вооружение? И так все вооружение нужно до момента, когда ты обуешься в готовность идти и делать. А не просто наряжаться каждый, знаешь, ну как перед зеркалом. Смотри, какая у меня вера. Ух, щит такой, с головы до ног меня закрывают. Любые стрелы. Так ты сидишь дома, в тебя не летят никакие стрелы. Броня праведности. Да у тебя даже возможности согрешить нету, если ты дома сидишь. И все. Знаете, как люди говорят, для меня деньги ничего не значат. Они у тебя были хоть раз? Один мужчина рассказывал такую историю. Он говорит, папа в детстве мне сказал, тебе нужно закончить институт и заниматься бизнесом, как я. А он уже в юности уверовал, папа нет. И говорит, я вообще-то собираюсь все оставить, не буду рабом бизнеса, денег и буду проповедником. Я решил отдать все Иисусу. Тогда отец посмотрел на него и говорит, значит так, ты выучишься, войдешь в долю бизнеса, заработаешь миллионы, а потом отдашь Иисусу. Потом помолчал, посмотрел и говорит, иначе я сломаю тебе шею. Ну, такой папа суровый был, но правду сказал. Для того, чтобы отдать все Иисусу, знаешь, когда у тебя ничего нет и ты не готов никуда идти, а что ты ему вообще отдашь? Это он тебе все отдал. А что, знаешь, вызов тебя бросит? Как ты думаешь, Богу надо твое сердце? Все верующие такие. Да. Так надо или нет? Не надо ему твое сердце. Он тебе дал свое. Если бы он, знаешь, твое сердце он взял и выбросил. Говорит, возьму сердце каменное и дам тебе хорошее. Итак, вопрос. Так если дал он тебе сердце сам, новое, тебе уже не надо над ним трудиться. А я все время молюсь, очисти мое сердце. Я знаю, что вы, пастор Илья, тоже так учите. В плане того, что не надо молиться, чтобы Бог тебе сотворил новое сердце. Он тебе его дал. Мозги теперь нужны новые. А? И так учите? Да, сердце у тебя гнилое, брат. Да? Не-не. Бог нам дал сердце, и Он требует от нас, чтобы мы обновились умом. И мы за это вчера говорили. Тогда будет польза от этого сердца. То есть такие, ну, как моменты, что сердце хорошее, но толку никакого. Вот такое сердце. Хорошо, дорогие. И сегодня мы продолжаем. То есть мы говорим, за то, за практические вещи мы должны идти. Готовность – это наша обувь. И если ты не готов идти, значит, ты босой. Босяк. И поэтому, драгоценные, весь смысл вообще духовной подготовки – это чтобы в конце концов обуться. Даже когда мы молимся, я вчера за это говорил, я себя так, ну, проверяю. Например, я молюсь, говорю, Господь, я хочу там служить, все. Я тебя люблю. Я хочу идти и потом в конце молиться. Ну, там, могу три часа молиться, пять часов молиться. В духе, там, как хочешь, как тебе нравится. И в конце концов мне хочется знать, я сегодня хорошо помолился или нет. Знаешь, как проверяют? Я себя проверяю так. Готов ты сейчас выйти на улицу и проповедовать людям? Ну, готовность, обувь, благовестие. Аминь. И если мне все еще страшно, я думаю, так что ты тут намолил? Страх как сидел в тебе, так и сиди. Иди молиться. Вот, я тебе даю лакмусовую бумажку проверять вообще все твои молитвы. Вот это все оружие там. Готов идти? Не готов? Ничего ты не вымолил. И все. Я правильно? Да. Ах, класс. Спокойно. Хорошо, дорогие. Поэтому сегодня я, ну, может быть, буду говорить чуть-чуть так, ну, как это сказать. Не буду разводить воду, да, хочу говорить конкретно. Благодать – сила для управления. Можешь себе записать, если ты пишешь. Благодать – это сила для управления. Когда я спрашиваю у людей, что такое благодать, многие верующие даже, они даже вообще не знают, что это такое. Они все, что говорят – это благо, это хорошо, ну, и дар. То есть хороший подарок с неба. В чем заключается? Спасение. Все. Ну, это значит, что мы теперь будем не грешить, если получится, по благодати. А если нет, не получится, тогда по благодати нас помилуют. И все. Сегодня я хочу, чтобы моя самая большая страсть вообще и желание относительно церкви, чтобы люди наконец-то начали управлять и брать ответственность в свои руки. Благодать – это не то, чтобы сесть, занять какое-то удобное положение, и вот оно изливается. Тишь да глаз, да Божья благодать, да? Это вообще не то. И сегодня я верю, что каждый человек, кто еще не понимает, что благодать – это сила для управления, поймет и примет это на вооружение. Меня это окрыляет. Мне просто это так нравится. Особенно если у тебя есть проблемы с так называемым упованием, а для тебя это будет ответ. Упование – это иногда вообще не то, что мы думаем. Многие связывают упование с таким терпеливым ожиданием, связанным с ничего не делаем. Я уповаю на Господа. У тебя дом горит. Но Господь же… И так, надо ждать. Уже спину обжигает. Надо ждать. Но благодать – это сила для управления. Я сейчас встану, и Бог мне поможет. Вот что такое благодать. Это вкратце. И это укореняет людей. Это делает их бесстрашными. Когда ты понимаешь, что отдано вообще-то все в твои руки. Так? Все в Божьих руках. Да нет, все в твоих руках. И Бог тебе поможет реализовать это. Вообще-то все в твоих руках. Самое главное. Вот если ты с этого учения больше ничего не запомнишь. Запомнят. Ну там же ж написано, не полагайся на разум твой. Так я и не говорю полагаться на разум свой. Но знаешь, что все в твоих руках. Аминь. Вообще все. Слабая вера, неукорененность – это то, что сегодня сильно огорчает Бога. Я думаю, что не открываю сейчас, не изобретаю велосипед. Знаете, как и вчера я говорил за это. Огорчает то, что иногда люди, они готовы сдаться от малейшего изменения обстоятельств. Верующие люди, христиане, малейшее какое-то неудобство. Булочки в церкви не раздают – все, я не пойду. Знаешь. И это не про нас. С работы выгнали. Знаете, какой-то график поменялся. Какой-то начальник там чумазый что-то сказал. Я уже все, у меня, знаете, ну, извините, что так говорили. Начальник Божья слуга, но иногда бывает. Ну вот. И человек не идет. Страхи какие-то. Мы вчера говорили о том, как сделаться бесстрашным. Я сегодня утром снова над этим размышлял и вспомнил такую историю. А нету. Когда сатана в церковь приходит. Знаете? Пришел сатана в церковь. И люди, как увидели его, испугались. Кто в окна выпрыгивает? Кто выбегает? Все, короче. А он идет такой по рядам. На кого не посмотрят, все убегают. Один дед на втором ряду сидит, какой говорит. Он смотрит на него. И тут подходит на вис над ним и говорит. Ты что, не боишься меня? А дедушка ему отвечает. Чего мне тебя бояться? Я с твоей сестрой 35 лет уже живу. Дедушка оказался, что опыт внутри. Поэтому, ну, мы сегодня можем и пошутить, и посмеяться. Но правда в том, что будь непоколебимым. Сейчас Богу это угодно больше всего. Некоторые люди гонятся за чем-то. На самом деле больше нужно стойкости. В Ефесянам 6 глава, когда говорит за все оружие. В расширенном переводе там написано так. В Синодальном написано. Все преодолевшее устоять. А в современном написано. Когда битва будет закончена, вы должны все еще стоять. Битва окончена. И самое главное остаться стоять на ногах. Не пасть там смертью храбрых даже. А битву выиграть и остаться стоять на ногах. Вот это программа минимум. Поэтому стойкость, она даже выше победы. Стойкость, она и есть победа. По сути дела говоря, Бог говорит, положу к твоим ногам. Но если ты лежишь, это будет выглядеть как венок в гробу. Что положу? Врагов твоих. Это имеет смысл, если ты стоишь на ногах, тогда у ног твоих лежат враги. Стойкость сегодня самое главное. Аминь. Аминь. Я это не собирался говорить. Я знаю, что это важно сегодня. Христиане мало видят благодати. Честно. Мало. Потому что не хотят ничем управлять своей жизнью. Благодати много? Очень много. Но если бы я сейчас лично тебя спросил, вот назови, что в твоей жизни благодать. И ты бы скорее всего, большинство людей, я проверял, они начинают говорить о тех вещах, которых не показать не могут, не доказать вообще ничего. Там что-то там на небесах нас всех ждет. Я как-то читал переписку трех грешников в форуме. Ну там упал самолет, и один такой, лучше на поездах ездить. Второй там ответил ему, нехорошо. А третий пишет, ты не переживай, Бог всех нас ждет в раю. Видно, что неверующий человек пошутил. Это не то. Сегодня благодать. Кто из вас бы хотел видеть вот в своей жизни, физически, вот здесь, пока ты на земле? Там-то понятно, все будет хорошо. Но хотелось бы хоть кусочек увидеть здесь. Причем осязаемо. Так мы видим, солнце встает, дождь идет. Благодать. Но написано, что благодать вот такая, как солнце и дождь, она изливается и на праведных, и на неправедных. Когда я спрашиваю у человека, верующего, скажи, докажи, что Бог тебя благословил. Ну написано, дай отчет своему пованию. Объясни, с чего ты взял, что Бог тебя благословил. Так написано в Слове Божьем. Хороший ответ. Что-то можно увидеть? Конкретно. Ты хочешь сказать, что должно прямо все так процветать? Вообще не в этом речь. Знаешь, я тебе скажу, что если человек не управляет собой, нету в его жизни никакой благодати. Да? Может, она и есть, но он ею не пользуется. Потому что благодать – это сила для управления. Можешь себе запомнить и записать. Это сила управлять. Сейчас докажу. Но чуть-чуть еще скажу за благословение. И люди иногда начинают перечислять, доказывая, что они благословены. Они говорят, ну как же, как же. Ну вот, да, еще недели две назад. Иду так это я по улице, смотрю, двадцатка валяется. А мне как раз не хватало на талон. Ну или двадцатка, я не знаю, сколько у вас талон стоит. Ну я к слову, да, фигурально. Я говорю, ну что это за благодать? Ну ты хочешь сказать, что грешники не находят деньги на асфальте иногда? Ну хоть раз, но у каждого было там копейку какую-то нашел там. Порадовался ровно две секунды и забыл. Через год ты уже даже не вспомнишь, даже через два дня. Благодать ли это? Говорит, а вот был случай получше. Удача так повернулась, уже начинает говорить, чуть ли не фортуна, да. Халява такая пришла, слушай. Кто-то умер, наследство осталось там, например. И говорит, благословение? Ну с точки зрения измеримости, может деньгами там, если тебе недвижимость оставили. Ну похоже на благословение. Ну как понять, благословение это или нет? Я ему возражаю такому человеку. Слушай, а тот он, прикинь, душу продал в сатане? Ты смотри, как он живет, тебе и не снилось. Благословение? Нет, но он же душу продал. Говорю, ну я этого не могу тебе прямо взять, копию контракта предоставить. Ну например, может и не продал, может просто взял там и добился чего-то. Поступил куда-то. Благословение, чем оно вообще от халявы отличается? Ничем. Ничем. Отличается? А чем? Вот большинство людей, духовных людей, они не понимают, что благословение, оно вообще к халяве не имеет никакого отношения. Скажите, ну ведь благословение, благодать, это не заслуженный бесплатный дар. Правильно. А халява, это от кого подарок? От сатаны. Нет, не от сатаны. Неизвестно. И этим плохо. Неизвестно. И этим плохо. Вы когда мы слышали историю, как в какой-то горячей точке дети подрываются, подбирая подарки на дороге. Игрушка. Схватил. Нет ребенка. Вот тем и отличается халява от благодати, которая исходит от Отца Светов. Ты никогда не ошибешься, принимая благодать. Но чтобы ее принимать, ее нужно различать. Вы знаете, что Иисус пришел на землю покорить мир? Вы знаете об этом? Он пришел установить власть свою на земле. Разве я что-то не правду говорю? Дьявол знал это и пришел ему это предложить. Он говорит, мир ты пришел завоевать, я тебе его дам. И знаете, что он сказал? От тебя мне не надо. В отличие от многих-многих верующих людей, которые сегодня, когда видят что-то идет в руки, они уже считают, что это благодать. И даже чудеса. Многие подорвались на таких чудесах. Простите, что скажу. Приходит Иисус Христос. И написано одно из проявлений Божьего Сына. Знамение чудеса. Приходит апостол Павел. Читайте это в Библии. И говорит, признаки апостольства явились на мне. И одно из перечисляемых признаков один. Знамение чудеса. Фессалоникийцам открывает. Придет сатана. Признаки. Знамение чудеса. Как же это разобраться-то, а? Итак, друзья. Притча 25.14. Говорится, что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Не всякий подарок является облаком с дождем. И есть просто пустые подарки. Пустая такая благодать, за которой Бога вообще нет. Это не благодать. Это халява, то, что мы называем. Есть, да. Как убедиться... У всех, наверное, уже есть такой вопрос. Как убедиться, что я живу в благодати, даже если мне хорошо. Даже если в моей жизни уже все устроилось. Как убедиться, что это благодать, а не, например, ловушка. Мы в церкви. Мы под защитой, да. Римлянам 5.17. Приступаем к вопросу управления. Вы здесь, друзья? Да. Римлянам 5.17. Говорится следующая блистательная истина. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, а сейчас внимание, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни, скажи со мной, в жизни, посредством единого Иисуса Христа. Теперь. Написано, что если преступлением одного... Кто этот один? Адам. Правильно? Смерть царствовала посредством одного. Что это значит? Из-за него. Смерть царствовала. Где она царствовала? Разве она царствовала где-то в потустороннем мире? Нет. Она царствовала на планете. И мы все видим последствия. Болезни, грехи, проклятия, смерти. То есть смерть царствует здесь, на земле. Физически ощутимо. Видно глазу, что она царствовала. Мы все в этом жили и мы знаем, что это такое. И апостол Павел противопоставляет этому и говорит конкретно, где должно быть осуществлено царство. Сейчас мы дойдем, что такое царство на самом деле. Он говорит, приемлющее обилие благодати, то есть люди, которые считают, что они приняли благодать и дар праведности. Он говорит, будут царствовать в жизни. Не написано даже, что это в жизни вечной. Как многие думают, попадем туда и там хоть что-то от нас будет зависеть. Здесь должно зависеть. Он говорит, если ты принял благодать, ты должен царствовать. И это не сводится только к тому, что ты будешь царствовать и властвовать, изгоняя каких-то бисюков, которые все еще гнездятся где-то неподалеку там. То есть эта власть должна быть осуществлена в жизни, здесь написано. Во всей твоей жизни. О, возможно ли это? Конечно, возможно, раз Библия говорит об этом, правда? Да? Аминь. Будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. То есть из-за того, что Адам сделал то, что он сделал, мы видели смерть. Из-за того, что сделал Иисус, мы должны вернуть царство, которое потерял Адам. Он его нам вернул, я имею в виду Иисус. Написано, посредством единого Иисуса Христа. Так? Да. Значит, мы можем царствовать? Аминь. Ну, раз обилие благодати. Теперь давайте разберемся, что такое царство. Царство в русских народных сказках выглядит следующим образом. Не только в русских, спокойно, россияне. Выглядит следующим образом. Лежит какой-то человек, абсолютно без мозгов. Глупый король такой, знаешь. Которому только и делают, что подносят еду. У него обязательно какая-то умная принцесса, дочка непонятно в кого пошедшая. Знаете? И он, значит, лежит и царствует. Ку-ка-ре-ку, царство лежа на боку. Вот так это выглядит. И, к сожалению, дорогие друзья, я ничего против русского фольклора не имею. Это всех нас касается. Но я просто хочу сказать, дорогие друзья, что этот образ царства, он есть в каждом из нас. Неправильный образ царства. Когда за тебя все делают, и тебя только скармливают подносы с яствами, с едой. Мы царства, мы царства, мы короли. Пришел. Я тебе хочу сказать, хочешь проверить, насколько ты царствуешь вообще? Вот даже забегая вперед. Задай себе вопрос, ты кто там за дверью, где нет церкви? Здесь ты помазанник крутой, все тебя уважаются, жмут руку там и, знаешь, вот это чуть ли не могут расхланиваться перед тобой. Но выйдешь ты в мир, ты кто? А мы перед миром не рисуемся, мы в царстве. Ну подожди, написано, царство в жизни, значит тебе пора на небеса. Раз ты собрался царствовать только там. Ты должен что-то значить на этой планете в жизни точно так, как значил Адам до своего преступления. Точно так, как значил Иисус. Иисус это тот, на кого мы стараемся быть похожими. А если честно, мы похожи. Внутри где-то очень глубоко. И он свое царство не прятал, он не говорил, я тут только среди верующих, да? Он такой прорывался, так и отвоевал территории. Шел так, что там написано, ученики шли за ним, ужасались. Куда ты идешь? Может, тебя там убить хотели еще недавно. Он шел просто вот так. Знаете? Устанавливал свой закон. Ему говорят, тебя царь ищет. Эй, Ирод, хочет тебя убить. Он говорит, слушай сюда, передай этой лисице. Я здесь буду столько, сколько надо. И уйду тогда, когда сам решу. Никто не отнимет у меня жизнь, пока я не решу ее отдать. Ни у кого нет власти отнять у меня жизнь. Ты можешь сегодня такое сказать? Хм. 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 Все под контролем. Это тот, на кого мы стараемся быть похожими. Знаешь? Все под контролем. Дух контроля, выйди, да? Это не тот контроль. Это нормальный контроль. Это контроль небесного царства. Это управление. Запиши огромными буквами себе или в мозгах, или в тетради. Лучше и то, и второе. Управление – это и есть царство. Царь, который ничем не управляет – это бестолочь, а не царь. Это позор государства, когда царь ничем не управляет. Мы знаем такие истории, когда царь лежал, ничего не делал. Государство, люди мучились. Такие ужасные вещи происходят. Он лежит, он царствует. Павел высмеивал это, говорит, вы уже стали царствовать. Это вот такой вид царства, он говорит. А потом говорит, если бы вы царствовали, мы бы царствовали вместе с вами. Потому что мы-то пришли сюда устанавливать управление Божье. А вы царствуете каким-то непонятным царством. Если бы вы как мы были, то мы бы были вместе. Но сегодня я имею против вас, он сказал. Это не царство. Как это называется, можно сказать только не церковным словом. Ну ладно, не скажу. Итак, обилие благодати, он говорит, дано. Для того, чтобы ты мог управлять. Иисус, он так радовался этому. Иисус, он так радовался. Представьте, он однажды посмотрел, как все происходит, и говорит. Возрадовался в сердце. Говорит, Господи, славлю тебя. Вот реально славлю тебя. Что ты открыл это, ну, немудрым и разумным этим деткам. И потом говорит, радуйся, малое стадо. Бог, Отец ваш, благоволил дать вам царство. Говорит, я возвращаю вам возможность все контролировать в своей жизни. Как только вы захотите. Полновладычество. Говорит, я вам его хочу вернуть. Я пришел сюда не для того, чтобы взять и напичкать вас какими-то бесплатными подарками. Я пришел дать что-то лучшее. Возможность управлять своей жизнью, которой ты не имел, пока был грешником. Кто бы мне сейчас из грешников сказал, ну, я управляю своей жизнью. Ты врешь. Даже если, видимо, ты всем управляешь, когда тебя никто не видит, ничем ты не управляешь. Ты в плену своих похотей там и прочее, и прочее. В итоге все равно все у тебя будет плохо. Дар праведности. Знаете, что в этом контексте я бы мог о нем сказать современным словом. Дар праведности – это то, когда у тебя все будет, и тебе за это ничего не будет. Знаешь, как я говорю, желаю, чтобы у тебя все было, и тебе за это ничего не было. Вот праведник, он так и живет. Он может иметь все, но в отличие от грешника, у которого может быть все. Ему за это ничего не будет. А грешнику будет. Что бы он там не имел. Поэтому такая привилегия. И он говорит, представьте, радость Божья. Он говорит, я так радуюсь сегодня, что я принес вам эту возможность взять все в свои руки сегодня. Снова. Я не радуюсь того, что даже там, знаешь, какие-то вещи в твою жизнь приходят. Да они у всех приходят. Знаете, конечно, в Библии написано, что нечестиво он там сберегает богатство для праведного. Но это так случается иногда, что ты не видишь этого. Ну, может, на следующее поколение сбережется. И ты думаешь, ну, жил богатый, умер богатый. А мы что? 72-й псалом почитайте, как он убивался. Говорят, да у них грешников от этих от жира глаза выкатились. Говорят, что хотят, гуляют по всей земле. Знаете, вот он путешествует, ничего ему нет, у него везде связи, творит, что хочет. Есть такое? Да. И ты иногда, как верующий, думаешь, да кажется, вот от таких все зависит, а не от нас. Вот это и плохо, что ты так думаешь. И Иисус радовался. Его томление сердца было вернуть людям возможность хоть чем-то управлять своей жизнью. А с большего не чем-то, а всем. И управление это то, чего ждет Бог от тех, кто говорит, что принимает благодать. Всегда можешь проверить, принял ты эту благодать по-настоящему или только ты говоришь об этом. Как это видно? Из того, как ты управляешь. Ну, давай даже просто пример тебе с обычным грехом приведу. Люди, которые не могут победить грех в своей жизни много лет. Например. И что-то делают все время. И делают, и делают. Но они приняли благодать или нет? И как понять вообще? Одни говорят, приняли. Мы веры. Ну, приняли же, ну вот он ходит в церковь. Другие говорят, нет, потому что не видно. Согласитесь, что это вызывает замешательство, дорогие. Ну, как? С одной стороны, принял. Ну, слово же говорит, принял. Исповедует Иисуса Господа. Ну, когда его никто не видит, он исповедует так, что вот делает этот грех. Вот тебе исповедовал. Так принял или нет? Непонятно. Понятно. Понятно. Визуальное проявление, видимое, того, что человек принял благодать, он начинает управлять жизнью. Он не оставляет это. Как Бог даст. Я сегодня, может быть, шагну еще в такие, знаете, моменты, когда люди, знаете, говорят вот там. А сколько вы детей собираетесь иметь? Они говорят, ну, как Бог даст. Так интересно. Я знаю, что особенно в таких очень консервативных церквях, ну, так и говорят. Я думаю, вот интересно. Когда ты кидаешь деньги в ветерко и говоришь, что ты сеешь и потом пожнешь. Когда ты, ну, ты, говоря, вот как сегодня брат говорил, там, посоветуйся с Господом. Ну, хорошо, даже если ты советуешься. Когда ты начинаешь засевать огород, кто сеет, Бог или ты? Потому что написано, Бог дает только семя сеющему. И в этом вопросе так же. У тебя там сделал все, ты здоров, нормально, семя есть, а сеять или нет, ты решаешь. Советуйся с ним и делай это. А не так, сколько Бог даст. Ты что-то открыл, да, сядя. Некоторые такие смотрят, вот это да, вообще. На самом деле, и вот она сила в управлении. Ты не осуществляешь его, знаешь, как говорят в народе, от балды. Ты советуешься с Богом, сколько тебе сеять. И правильно делаешь. Но в этом и состоит сила управления. И он говорит, и тогда подаст посеянному вами обильный урожай. Но если ты не советовался, сделал сам. Ну, ты делаешь, как Каин. И в вопросе даже рождения детей ты можешь делать, поступать с мозгами Каиновыми, которые как решил, так и сделал. Значит, что? Написано, управление царством посредством единого Иисуса Христа. Это не значит, что ты можешь делать, что тебе вздумается. Но ты всегда должен посоветоваться с ним, да, и управить. Решить этот вопрос ты. Решаешь этот вопрос. Скажи на это твердо. Аминь. Аминь. Апостол Павел констатирует присутствие в своей жизни огромной благодати и невероятной силы. Смотрите, как он это делает. Он говорит, подвязаюсь силой его, которая действует во мне могущественно. Когда я раньше читал этот стих, когда только пришел к Богу. Вы тут, друзья? Да. Когда я раньше читал этот стих, мне все время казалось. Ну, конечно, Павел видел в своей жизни чудеса огромные, большие проявления силы. И поэтому он говорил, ну, она действует во мне могущественно. Не, не, не. У него было откровение. Иисус сказал, вот как сегодня тоже было сказано. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И поверьте, что Павел, прежде чем увидел чудеса, он сначала осознал, очень сильно, что он принял эту силу. Он пообщался с Богом, тот ему говорит, я пошлю тебя далеко к язычникам. Давай, там будут чудеса, все будет. Но ему надо было подвязаться. От него нужно было подвязаться. Все, благодать дана, много силы дано. Некоторые говорят, теперь ничего не надо делать. С точки зрения, чтобы получить благодать, ничего не надо делать. Но подвязаться, чтобы благодать работала в твоей жизни, вот тебе попасть придется, поверь. И я тебя не буду даже обманывать в этом вопросе. То есть надо подвязаться. И он что-то делал. Он молился в духе день и ночь и говорил об этом. Я больше всех вас молюсь языками. Он выгребал эту благодать изнутри, излитую на него. Он ее выгребал и становился проводником ее к другим людям. Я правду говорю? Скажи это слово. Подвязаться. Подвязаться. Если ты не подвязаешься, благодать будет тщетно. И об этом говорится. Можно тщетно веровать. Следующая ступень нашего сегодняшнего учения. Я добиваюсь того, чтобы каждый человек внутри просто у тебя выстроилось понимание устройства Божьего по поводу управления тобой в жизни. В жизни. Вообще человека Бог создал именно для этого. Его главное предназначение было владычествовать. Вы все об этом читали в Библии. Правда? Я чуть-чуть напомню вам. В Бытие 1 главе 26-28 стих. Там написаны следующие слова. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Да, владычествуют они. И перечисляет на чем. Рыбы, птицы, скот. И над всей землей. И над всеми гадами. Мне это нравится. Вот как только увидел ты гада какого-нибудь. Сразу знай, у тебя есть власть. А знаете, что произошло? Гад пришел к Еве. И все. Вот гад. Первый гад. Самый настоящий. Над всеми гадами читай в двойном смысле. Здесь имеется ввиду демоны. Демоны. Гадами. Потому что Бог знал, что будет. И он сразу предупрежден. Над всеми гадами. Уже зная наперед, что приползет же шипеть. Ты думал когда-то так? Гад. Потому что здесь не все перечислено. Но гад перечислен. Когда гад придет, владычествуй над ним. Сразу же. И дальше он говорит. Гадами. И сотворил. И сотворил. Человека по образу Божию. Сотворил. Мужчину и женщину. И благословил их. Тоже благословение. Да. Незаслуженный дар. Все им дал там полностью. И сказал им. Бог. Плодитесь и размножайтесь. Наполняйте землю. И вот главное. И обладайте ею. И ты подумал. Ну все. Когда я это знаю. Когда я пойду на рыбалку. Рыбы. Все сюда. Пойду на охоту. Птицы. Звери. Даже стрелять не придется. Все. Подожди. Дальше написано. Я вас чуть-чуть веселю. Чтобы вы не спали. Но вы молодцы. И дальше. Говорится. Что произошло дальше. Над чем он поставил. Видите. Над всей землей человека поставил. Он говорит. Все что видит. Да. Твой глаз. Куда бы ты ни пошел. У тебя есть власть над этим. Как мы сейчас говорим. Куда они ступят. Наши ноги. Все разбегаются. Аминь. Это мне когда-то один пастор говорил. Ты церкви открывать будешь? А я еще никогда не открывал тогда церкви ни одной. Я говорю. Конечно. И старался. Ничего не получал. Я даже не знал. Что надо делать вообще. Ну там проповедуешь кому-то. Ну люди не сходятся. Как в одну церковь. Думаешь. Что это такое? И он на меня стал злиться. По-моему. Ну такой рассердился. Говорит. Ты наверное что-то делаешь неправильно. Я говорю. Ну хорошо. Вот ты открывал церкви. В 90-х. Вот расскажи как вы действовали. Он говорит. Ну я выходил вот так вот. Библию убрал. На улицу. Куда-нибудь в переход. И такой говорит. У меня есть Библия. Говорит. Сразу 30 человек собираются тебя слушать. Я говорю. Если я сейчас так сделаю. Вот так. У меня есть Библия. Говорит. 30 человек в рассыпную сразу бросится. В переходе. Попробуй. Время сейчас не то. Методы нужны. Другие. Все. Нужно водительство. Если бы это работало во все времена. Все бы только так и ходили. У меня ведь Библия. У тебя раз камнями побили. Так. Надо что-то другое. Поэтому. Да. Действительно. Бог поставил тебя над всем, что ты видишь. Но есть одно но. С чего нужно начинать. Это но не перечеркивающее то, что я сказал. А но это то, с чего надо начинать. С чего? Бытие. Вторая глава. Девятый стих. Говорится следующее. Произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И смотрите. Пятнадцатый стих. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его. Видите, управление человеком, оно началось с того, что он должен был возделывать и хранить Эдемский сад. Место собственного жительства. Аминь. Смотрите. Теперь мы двигаемся дальше. Тебе надо чуть-чуть думать головой и видеть образы. Эдем, как всем известно, переводится как наслаждение. Эдем – это наслаждение. Это место, где человек наслаждался. И самое интересное, что сейчас этим самым Эдемом мы называем одно место, которое ждет нас на небесах, и место, которое содержится внутри нас. Как сказал Иисус, Царство Божие внутри вас есть. Так? И точно так же, как из этого Эдема выходили реки, он говорит, у верующего в меня из чрева потекут реки воды живой. Оказывается, что место наслаждения – это твоя внутренность. Он говорит, Царство, внутрь тебя есть. И мы знаем об этом, мы исполняемся Духом, мы наслаждаемся, когда хотим. И Он говорит, что однажды, вот услышь меня сейчас, однажды ты попадешь после того, как твое тело умрет, попадешь в это же Царство, которое сейчас обитает внутри тебя. Аминь. Теперь я тебе хочу вопрос один задать. Ты бы хотел попасть в то Царство, которое сейчас внутри тебя? Так все хорошо уже? Большинство людей, которым я верующим задаю этот вопрос, хорошо, если Царство Божие внутри тебя, и ты говоришь, что после смерти ты попадешь в это же Царство Божие. Вот то, что сейчас внутри тебя, это похоже на рай? И большинство людей, если говорить честно, говорят, ну, бывает, похоже, но в большей своей части не очень. Это честный ответ. Правильный – да, честный – не всегда. И представьте, человек получил первое самое свое жительство в Эдеме, месте наслаждения, и ему было сказано управлять этим наслаждением. А все остальное находилось за пределами Эдема. Туда текла река, разделялась на четыре. Сейчас вам кое-что за процветание скажу. Может, вы знаете, но для меня это вообще образец всего, что касается процветания. Мы сейчас говорим вот за управление. Представьте, что в самом Эдеме никакого золота не было. А за пределами Эдема было. Хорошее написано золото. Давай вот зачитаем. Из Эдема выходила река, 10 стих, для орошения рая. И потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фессон. Она обтекает всю землю Хавила туда, где золото. И золото той земли хорошее. И говорит, и там Бдалах, и камень Оникс. То есть, в этой земле, куда текло одно из разветвлений реки, было золото и драгоценные камни. Знаешь, что это означает? Услышь меня сейчас. Это означает, что Адаму, в отличие от нас, не нужно было делать раскопок и искать золото. Он мог просто пойти вдоль реки и прийти в это место. И если сегодня реки воды живой, текут точно так из твоего внутреннего Эдема, и ты говоришь, что на самом деле у тебя внутри рай, тогда логично было бы задать вопрос, почему бы тебе не пойти вдоль вот этой речки, которая течет из тебя, и не найти себе хорошую работу для начала? Или зайти в то место, где у тебя будет достаточно для обеспечения твоей жизни? Достаточно для того, чтобы построить бизнес, церковь, еще какие-то вещи. Оказывается, это не зависит от поисков лихорадочных. Все управляемое изнутри. Если бы ты сегодня молился, как апостол Павел, как написано, он говорит, я больше всех вас молюсь языками. Вот же оно и есть. Текут реки воды живой, одна из них течет в землю, где ты точно знаешь, что ты будешь процветать. Как она течет? Откровение получишь о том, куда тебе идти. Пошел вдоль этого откровения и узнал, где взять денег, как получить квартиру, машину, что тебе там надо. Я сегодня говорю не за обогащение. Знаете, что для Адама в те дни и для меня сегодня, например, дороже, чем золото в той земле, что есть возможность пойти вдоль этой реки. Это такое чудо вообще. Любой человек, который разбогател, без этого он искал, возможно, нашел. Тысячи умерли, не нашли. Но ты тот человек, который сегодня не должен вообще искать. Он говорит, не ищите. А что надо делать? Ищите царство. Вот как только ты этот родник внутри себя обнаружишь, он говорит, начнешь наполнять АДПС, потом он разделится на четыре и выйдет за пределы Эдема. Что это значит? Поведет тебе это откровение в жизни туда, в те, скажем, где же эта земля? Просто в те обстоятельства, согласно откровению, где ты просто, будучи властью своей воли, это не дело случая. Это результат твоего выбора идти вдоль этого откровения, вдоль реки. Без всякой нервотрепки. Как без нервотрепки? Деньги не бывают без нервотрепки. Бывает! Я еще раз говорю, Адам просто, он знал, где золото. Он его еще не видел, но ему сказали, пойдешь вдоль этой речки, там будет золото. Все, не ищи его. Иисус нам говорит, ищи прежде царства. Вот эти. Пойдешь вдоль них, получишь откровение. Как много у тебя в жизни было случаев, когда ты получал откровение, где взять деньги? Я получал откровение о том, как надо жить, о святости, там еще на многих вещах. Но когда заходят практично, где взять деньги? Войди в молитву, иди вдоль реки, получи откровение, иди туда и возьми. Как много таких случаев было. Знаете, что это значит? Ты не управляешь своей жизнью. Ты не знаешь, как это делать. И это случается с нами постоянно. Мы идем и начинаем, как просто люди, которые не имеют вот этой реки изнутри, чтобы пойти вдоль нее. Искать. Там, там, там. Где же эти деньги взять? Так, может власть применить? Деньги. Сюда. И слышишь туковеха. У-у-у-у. Пойду снова искать. Да не надо искать. Ищи источник внутри себя. В один момент ты будешь молиться, молиться, молиться. И размышлять о том, не что тебе... Знаешь, это уже цель идет. Не именно как пойти в эту землю. Дальше что? Нашел золото. Интересно, а зачем Адаму было золото? Вы думаете об этом? Может, Бог предвидел экономическую систему мира и хотел дать ему деньги? Нет. На самом деле, рай, который ждет нас на небесах, он окружен стеной золотой, с драгоценными камнями. Новый Иерусалим, и внутри него находится этот самый рай. Там написано, 22 глава книги Откровения. Знаешь, что посреди его города река, древо жизни, все там для исцеления народов. То есть, описывается полностью рай. И написано, что он в городе был, художником и строителем которого, в этот раз является Бог. А когда он поселил Адама в этом саду, я верю всем сердцем, он хотел, чтобы этот город построил Адам. Он ему говорит, золото там, сделай чертеж, проверь, мы с тобой это сделаем. Благодати достаточно, владычествуй, управляй. Круто! Аминь? Аминь. И последнее. Вы видите, что все управление начинается с этого рая. Если ты не умеешь управлять своим наслаждением, наслаждение будет управлять тобой. Если ты не умеешь взять и заставить себя наслаждаться. Взять и пойти к древу жизни, попить из источника воды живой. Вот тут тебя гад и ждет. Вот и написано, гад. Пришел змей и обольстил. Человек, который не умеет внутри достигать наслаждения с Богом. Пастор Илья за это проповедовал на конференции. Он даже говорил, что исполнение духом похоже на как будто это духовный оргазм. Я сижу рядом со своей женой и говорю, слушай, это что, во что мы верим? Я еще ни от одного человека не слышал этого откровения, которое сам имел. Думаю, о, вот поэтому я здесь сегодня. Аминь. Исполняться духом он не может управлять. А как связано наслаждение с управлением? Очень просто. Когда ты не умеешь управлять своим наслаждением, знаешь, что ты начнешь делать? Теперь все, кто консультирует людей, внимание. Ты начнешь контролировать людей. У тебя внутри, у тебя нужда. И тебе кто-то нужен, чтобы эту нужду сейчас насытить. Не дай Бог, ты в таком состоянии замуж соберешься выходить или жениться. Конец твоему мужу или жене. Человек, которому скучно самим собой, он пустой внутри, он изведет своего супруга до смерти. Как только они потеряли наслаждение, сразу обвинять друг друга начали. Да это он, да это она, да это змеи там. Вот пример. Это значит, что когда ты теряешь власть, они стали обвинять друг друга, когда потеряли управление над наслаждением, над раем. Все, проиграли сразу, ты виноват. Как только ты не наслаждаешься в жизни с Богом, тебе нужна будет жена, чтобы восполнять твои душевные нужды. А я тебе хочу кое-что сказать, она не предназначена для этого. Серьезно? Серьезно. Многие верующие говорят, это супруги, они восполняют нужды друг другу. Вообще не это. Они не созданы были. В раю не было нужд никаких. Не было там нужд никаких. Зачем? Им нужно было, знаете что делать? Вдвоем управлять наслаждением. То, чем настоящая муж и жена занимается. Говорит, как мы еще насладимся? Давай вот так. Давай туда пойдем. Давай сюда пойдем. Давай, в конце концов, Богу служить будем и наслаждаться. Давай вместе молиться. Давай еще что-то делать. И когда мы... Заметьте, что они жили в месте наслаждения вдвоем и там же встречались с Богом. Там больше ничего не было. Только наслаждение приносило встреча с Богом и общение друг с другом. Вот что такое настоящая семья. И когда нет наслаждения, нет никакой семьи. И есть только претензии. Амэн. Поэтому настоящие верующие люди, когда начинают ругаться в семье, они обычно задают друг другу вопрос. Ты сегодня молилась? А ты сегодня молился? Да, все, по углам молимся, потом встречаемся. Потом вышли такие. Ну что, ты готов покаяться? А ты? Нет. Снова молиться, да? Как только Ева потеряла управление над наслаждением, я могу много за это говорить, но не буду. Сразу же все изменилось. Туда, когда они могли пойти из этого наслаждения взять золото, эта возможность исчезла. Теперь люди ищут золото по всей земле. Мучаются. Не могут найти, где же это процветание, где оно. И как же благ нам сегодня Бог, поместив этот рай, когда не надо ехать в Месопотамию или где он там был, и искать его. Он говорит, а теперь внутрь тебя вложу это. Хочешь проверить, каково Небесное Царство? Спроси себя, готов ли ты в Вечность жить там, вот в том, что у тебя сейчас внутри? Думаешь, сразу все меняется. Если бы я тебе сейчас сказал, вот если внутри тебя Небесное Царство, вот в нем ты и будешь жить в Вечность. И большинство бы людей, дорогие, если сейчас не брать вот теоретическую часть и сказать, да ну ты шо, что это за рай такой? Столько конфликтов внутри, столько всего вот этого бывает. Не хочу я такой рай, может там что получше есть? Но если честно, там будет то, что у тебя внутри. Аминь. И Библия говорит об этом. Выйдет огонь изнутри, пожрет вас. Адский огонь. Я не имею ввиду верующих людей, да? Грешников. Откуда выйдет огонь? С неба? Нет. Какой-то там ад, как мы вчера шутили там. Ты уже, голубчик, давно в аду можешь сказать какому-то своему грешному соседу. И говорит, это мучение, которое у тебя есть внутри, из-за которого ты пьешь водку, ты в нем будешь жить всю свою вечность. А оно не где-то там, это мучение. Бог ничего не изобретал. Все внутри тебя. И Царство Божие точно так же. Оно однажды просто выйдет из тебя и охватит тебя. Ну извини, что вот я так скажу, может быть, понятным, образным языком. То, что внутри тебя, в том ты и будешь жить вечность. Потому и написано, верой входим мы и спасаемся. Амэн. Что-то надо внутри себя там начать делать. Давай Богу славу дадим. Итак, мы подводим итог. Дорогие, управление в жизни начинается с тем, что ты управляешь наслаждением внутри себя. Вот эти вопросы, Бог не положил мне в сердце. Он меня не наполнил. Это не от него зависит. Это зависит от тебя. Он говорит, Адаму сказал, чтобы ты хранил это и возделывал это. А потом, говорит, еще есть золото. Построишь забор, чтобы гады не лазили. Я шучу. Но на самом деле, он говорит, потом процветание. Потом мы с тобой будем строить. Мы будем творить с тобой. Мы будем с тобой такие великие вещи делать. Я верю, что, знаете, написано, что Новый Иерусалим – это скиния Бога с человеками. Да. Там. И Бог так и хотел сделать в раю. Здесь, на земле. Говорит, мы с тобой это сделаем и будем здесь жить. Что это за жизнь? Какая замечательная жизнь. Рай, золото и Бог с тобой. И сегодня, когда Он говорит, а теперь этот рай внутри тебя, если захочешь управлять, будешь строить, дам тебе золото и я скажу тебе, где оно. И Библия говорит, сокровища скрытые во мраке. Я скажу, где они. Что ты ищешь там? Работу. Я скажу, где работа. Тебе не искать надо, если бы ты все то же время потратил, чтобы воды дошли до твоих мозгов из духа. Ты бы уже знал, куда пойти идти. Ты бы можешь постучаться и сказать, да-да, у нас уже место для вас. Ну, где же вы ходите? А вместо этого ты стучишься в двери, как бомж последний. Говоришь, возьмите меня на работу, у меня тут образование. А тебе говорят, иди отсюда, мы тебя здесь не ждем. Много таких, как ты. Вместо того, чтобы прийти туда, напоены Божьим наслаждением, а не только ты зашел и они, знаешь, обомлели, пережив тебя. Скажи, о, да-да, мы вас ждем, конечно. Это все возможно. Подвизайся. Обилие благодати написано. Царствует приемлющее. Принял. Царствуй. Если не собираешься управлять, благодать вообще не для тебя. Потому что благодать – это сила управления. Аминь. Дай Богу славу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поэтому за какую... Все, я заканчиваю. За какую бы сферу ты не взялся, видишь, у тебя разруха в какой-то сфере. Хочется там порядок навести. Не надо говорить, Боже, излей твою благодать. Все, ты принял благодать, ты же сам об этом говоришь. Теперь скажи, Господь, я тебе обещаю, и я берусь за это своими руками. Не получится с первого, второго, третьего, не отстану, пока не получится. И он тогда сказал, вот таким, как ты, детям, которые просто в простоте будут долбить, пока не получится. Моя благодать, ее обилие, все принадлежит. Но если ты не собираешься управлять, ну, грешникам благодать не принадлежит, а грешники ничем не управляют в жизни. Когда ты говоришь, ну, может, Бог мне не дал, там, дар какой-то быть лидером. И если только ты соберешься это делать, благодать заработает очень сильно. Она начнет производить в твоей жизни все, что нужно, потому что написано, нет никакого недостатка в духовном благословении для тебя. Все дано, все уже совершено. Ну, все, что только можно, даже рай уже не в Месопотамии, а внутри тебя. А тебе все еще нужно треснуть иногда, чтобы что-то насладиться. Ну, не тебе, ты скажешь, что ты такой, говоришь, здесь все святые. Ну, я знаю, о чем я говорю. Может быть, тебе еще до сих пор кого-то надо унизить, чтобы хоть успокоиться внутри свое вот это бушующее море. Может, еще до сих пор тебе нужно поругаться с женой, чтобы хорошо себя чувствовать. Люди, которые живут в раю и наследуют царство, они этим не занимаются. Если бы ты наслаждался внутри, ты бы сегодня не сидел, и голова бы не раскалывалась, где взять денег. Ты бы знал, что сейчас я пойду, река, все, пойду вдоль нее, как Давид говорит, потеку путем откровений, заповедей твоих. И я найду эту землю, а тот с ног собьется. Тоже верующий. Но ты человек, который решил управлять своим наслаждением, возделывать его. Все, что нужно. И когда ты достигаешь этого наслаждения, знаешь, я так скажу тебе, запеленгуй его. Запомни и храни. Повышай уровень. Ты сможешь управлять всем. Все будет содействовать ко благу любящим Бога. Написано все. Знаешь, что это такое? Бог взял и дал приказ. Всей земле. Как только ты захочешь управлять, как только ты захочешь быть похожим на Иисуса, знаете, для чего там написано? Все содействует ко благу. Все обычно на этом заканчивают. Дальше написано, чтобы нам быть подобными Ему. Все содействует ко благу тем, которые хотят быть похожими на Иисуса. А Он пришел, чтобы в конце своего земного пути сказать, да, на мне всякая власть. И если ты не хочешь ничем управлять, ты никогда так не скажешь. Можешь говорить сколько хочешь, и ничего не поменяется. Но как только ты решил, что я буду царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа, я буду управлять, я не буду пускать на самотек. Благодать на благодать и благодатью погонять. Это правда. Но только для тех, кто хочет управлять. Скажи, я буду управлять. Я буду царствовать. И обилие благодати для меня. Все содействует теперь ко благу. Амэн. Давай дадим Богу славу. Я хочу помолиться сейчас. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!